В этом видео поговорим про монеты и про историю, но сперва небольшое вступление. Официальная история рисует нам нелепую картину тысячелетней беспробудной примитивности и отсталости, однако это не так. На самом деле цивилизации всегда были развиты примерно так же, как в период конца 19-го, начало 21-го века или даже больше. Потопы и ядерные войны отбрасывали человечество в развитии, но потом люди быстро развивались, восстанавливали промышленность и технологии. Обратим внимание на Индию, вот что про нее пишут. В 18 веке Индия прошла путь от могучей империи великих моголов до раздробленной страны, которую завоевывали и грабили европейские колонизаторы. Интересно, что в Индии период раздробленности пришелся на 18 век, а в Европе на 10-12 века. Для России придумали раздробленность с 8-го по 18-й век, а по идее у всех стран раздробленности должна быть плюс-минус в 18-м веке. Еще интересно про могучую империю, почему она исчезла, не объясняется. Я думаю, причина – потоп 17-го или 18-го века. Если потоп уничтожил могучую империю моголов, то этот же потоп уничтожил Скифию, после чего Скифия стала Россией. Чтобы начать разбираться в монетах и истории, нам нужен базис, например, хронологический. Все вы, наверное, слышали про придуманные или лишние тысячелетия. Посмотрите на карту морскую аккуратную, и на ней мы видим даты 740-й и 750-й годы. Дата записана без тысячи или какого-то символа в начале. А на монетах перед годом стоит какой-то символ или цифра 1, и получается по аналогии с западными датами J750-й год или приведенное к современному летосчисления 1750-й год. Почему даты записаны не в едином стиле? Ведь не могло быть, чтобы в книгах и картах даты указываются без тысячи и без символа, а на монетах с тысячей и символом. Что тогда является подделкой или ошибкой? Монеты или карты и книги? Следующая нестыковка касается старинных монет, которые на аукционах датируют до нашей эры или такой-то век нашей эры. Монеты всегда были платежным средством, у кого их было больше, тот был богаче. В наши дни деньги тоже важны, но большую ценность представляют знания. Уже к лету Россию ждут изменения, возможно самые серьезные из 90-х. Большинство снова будут в ступоре, а некоторым придется начинать жизнь с чистого листа. Чтобы быть готовым заранее, лучше смотреть источники, проверенные временем. Хороший пример – канал Мультипликатор. Его автор никуда не уезжал в феврале 2022-го, скупал доллары по 55 и сразу пояснил, почему не будет второй волны мобилизации. А сейчас он подробно объясняет, что будет уже летом с рублем и недвижимостью, и чем для человечества закончатся военные конфликты. Подписывайтесь и смотрите канал Мультипликатора всего по 5 минут в день и будьте готовы к 2024-му лучше, чем 90% людей вокруг. Ссылки в описании. Датировка нашей эры официально равна дате рождения Христа, но по исследованиям Фоменко и Носовского, а также Левашова, Иисус Христос родился в 1152 году. Тут, кстати, многие возразят, а как же возможно крещение Руси до рождения Христа? А дело все в том, что официальное крещение Руси не было связано с Христом. Как вы, наверное, слышали, князь Владимир выбрал греческую религию, в которой можно было пить вино, а это не что иное, как культ Диониса. Культ Диониса некоторые исследователи называют ранее христианским или переходным от язычества к христианству. Описания Диониса следующие. «Сын Бога, Бог, зачат непорочно, родился 25 декабря, странник и учитель, творил чудеса, превращал воду в вино». Другими словами, фактически, от Рождества Христова до текущей даты прошло всего 872 года, а историки этот период растянули на 2024 года. То есть датировку монет в каталогах 1 века до нашей эры стоит понимать, как 1150 минус 100 равно 1050 год. А, например, 6 век нашей эры это вообще 1750 годы, так что ли? Тут, я думаю, надо дать оговорку, что на самих монетах, как правило, нет даты. Дата берется от изображенного правителя. А современные историки могли поместить этого правителя в период, который им кажется максимально подходящим. Монеты, которые датированы таким-то веком нашей эры, с ними надо серьезно разбираться. Нужно выстраивать новую хронологию. Также, как я говорил неоднократно, историю Скифии надо соединить с историей России. Стало быть, монеты, которые в настоящее время называются скифскими, являются предками российских монет. Вот так выглядят эти монеты. Следующий факт, который пока не очень понятен. Официально монеты чеканили до 18 века в Москве, а в 18 веке монеты начинают чеканить в Екатеринбурге с 1725 по 1876 год. Екатеринбургский монетный двор являлся основным производителем медных денег в стране. Также с 1766 по 1847 работал Сузунский монетный двор, Новосибирская область. Удаленность от официальной столицы, Санкт-Петербурга, 3164 километра по прямой. Фактическое расстояние будет больше. Вот тут давайте остановимся подробнее. Официально нам рассказывают, что в 18 веке не было дорог. Урал и Сибирь были слабо заселены, а столица была в Петербурге. Для централизованного государства, которым всегда была Россия, да и вообще для любого государства, крайне важно чеканить деньги или в столице, или максимально близко к центру. Для того, чтобы процесс выпуска денег контролировать, вести учет, поскольку в далеком городе, вдали от чиновников и проверяющих, у кого-либо возникнет желание чеканить деньги себе в карман. Второй момент – это доставка денег. Каким образом доставлялись огромное количество денег по всей стране, например, из Сузунского монетного двора? Чтобы доставлять деньги в западном направлении, нужно пересечь Обь, Иртыш, Волгу. Чтобы ввозить на восток, надо пересечь Енисей, Ангару. Это я перечислил самые крупные реки. А есть еще и мелкие речушки. Каким образом предполагалось перевозить деньги при отсутствии мостов и дорог? На лодках? Или, может, зимой? Также нельзя забывать, что в тех краях было множество разбойников. И нетрудно догадаться, что при официальной картине России 18 века обозы с деньгами постоянно грабились бы. Или деньги терялись. Утонула лодка, обоз зимой замело снегом и так далее. Каждая отправка денег должна была бы сопровождаться значительным отрядом вооруженных людей. А в самом городе должен быть огромный гарнизон, поскольку пока один отряд вернется назад, пройдет значительное время. Самый надежный и простой вариант – ввозить металл на монетный двор в столице, а в столице чеканить деньги. Например, транспорт с медью, скорее всего, грабить не будут, а транспорт с медными монетами будет представлять огромный интерес для разбойников. Немаловажный вопрос – вопрос связи. Представьте себе, каким образом передавать в Сузун информацию о необходимом количестве чеканки денег. Как передавать клейма при смене главы государства? Чтобы туда добраться, нужно было снабжать целую экспедицию. Представьте в наши дни добраться из Петербурга в Сузун или наоборот, не используя современный транспорт, дороги и мосты. Сколько времени займет путь? Если проходить по 15 километров в день и идти без выходных, то на дорогу уйдет 213 дней. По факту, скорее всего, год. Как же тогда этот монетный двор работал? Если мы посмотрим на карту железных дорог, то с удивлением обнаружим, что через Сузун проходит западно-сибирская железная дорога, которую начали строить в 1951 году. Моя версия очень простая. Железная дорога была здесь и в 18 веке, а современная строилась по старому месту, там, где проще всего ее было провести. Только лишь при существовании железной дороги можно объяснить существование и непрерывную работу в течение десятилетий монетного двора в этом ныне небольшом поселке. Также железными дорогами можно объяснить перемещение Демидова и вывоз заводской продукции с многочисленных заводов Алтая, Сибири, Урала. Без железных дорог одна лишь дорога до удаленного завода занимала бы минимуму год. Вывоз продукции официально осуществлялся по рекам, но реки там текут на север, и по реке вывезти, например, пушки для войны со шведами просто невозможно. Также с позиции официальной истории не очень понятен Екатеринбургский монетный двор. Он, конечно, ближе к Петербургу, но к нему те же вопросы, что и к Сузуну. Немецкий историк Миллер как-то заявил, «Сибирь – земля неисторическая, и до сих пор ему вторят тысячи современных историков, не утруждая себя какими-то поисками и опровержениями». Так вот, насчет того, что Сибирь – земля неисторическая, и тут никто не жил. Это утверждение очень легко опровергается. Для этого достаточно посмотреть на расчерченную, на верстовые и двухверстовые квадраты тайгу. Верста – это дореволюционная мера длины, а это значит, что незарастающие просеки делались до революции, и СССР к этой титанической работе не причастен. До конца непонятно, как именно предки добивались незарастания. Если просто вырубить просеки, они зарастут, а они не зарастают. Подробнее про просеки смотрите здесь. Так вот, для создания незарастающих просек нужны были рабочие, очень много рабочих. А откуда им взяться, если официально в Сибири всегда жило мало населения, и Сибирь постоянно заселяли? Это означает лишь одно, что в Сибири, наоборот, жило много народу. Значит, были города, были силы и средства, чтобы эти просеки сделать. Бескрайний лес, расчерченный на верстовые квадраты, говорит о том, что Сибирь в то время была развитым регионом России. Тратить ресурсы на просеки логично только в том случае, когда решены все насущные вопросы, основаны города, построены заводы, институты, школы, больницы, проложены железные дороги, решен вопрос с продовольствием, в стране живет большое количество населения. Кроме насущных проблем, в то время были избыточные ресурсы. Люди, техника, технологии и деньги для реализации пока нам непонятной потребности в расчерчивании тайги на квадраты. То есть цивилизация была развита длительное время или была на пике. Например, во время смутного времени, революции, войны, никто не будет на эти просеки тратить ресурсы. Давайте попробуем определить возраст этих просек. Сузун находится как раз в месте, где отчетливо видны языки потопа, пришедшего с северо-востока. Сами языки плодородные и все распаханы. То есть этот потоп смыл плодородный слой, пока двигался по северным землям. А между языками находится старый лес, расчерченный квадратами. Видно, что языки потопа как бы накрыли квадраты расчерченного леса, квадраты неполные. Выглядит так же, как будто если на лист в клетку вылить, например, клей ПВА. Между языками потопа находятся озера, которые, судя по названиям, горькие. То ли в них до сих пор сохранилась соль после потопа, то ли другие причины. На самих языках, то есть на потопном веществе, были построены города. И позже их бомбили. Видно множество воронок. Дата этих воронок, по наблюдениям соратников, 1810-1840 годы. Точнее сказать сложно. Южнее этих языков отчетливо виден расчерченный просеками лес. Обратите внимание, что диагонали сходятся. В наши дни горе-строители с лазерными уровнями, нивелирами, теодолитами, спутниками и прочими современными приблудами не могут сделать геометрически правильный фундамент для дома. У него зачастую не сходятся диагонали. А тут идеальные квадраты в лесу. Так вот, по моим наблюдениям, эти языки образовались из-за одного из потопов 17-18 века. То есть эти просеки делались или до Петра I, или во время Петра. Скорее всего, до. Во времена Петра Миллер обворовал все сибирские архивы, ценнейшие книги и свитки были вывезены. То есть получается такая картина. До 1600 года Сибирь была густозаселенным регионом России. Левашов рассказывал, что до сих пор в тайге можно встретить руины античных городов. Также есть свидетельства арабских путешественников, шедших на север проверить стену, построенную от народов Гога и Магога. После хазарского каганата их караван шел мимо разрушенных городов 20 дней. 1600 год. Ядерная война, внешний удар. Потом был потоп до Петра I. После ядерной войны и потопа Сибирь обезлюдила. В 1700 году на Урал и Сибирь вернулись промышленники с семьями. Где-то в первой половине XVIII века был еще один потоп. О потопе есть косвенное упоминание в фильме Демидовы. Серебро, что по весне прислал. Хорошо спрятал. До второго потопа искать буду. В кадре Акинфи Никитич Демидов. Годы жизни 1678-1745. Потопы подтверждаются исследованиями Ломоносова, в которых он пишет, что в Европе в болотах находят разбитые части деревянных кораблей с примитивным содержимым. А при копании колодцев на глубине находят целые снопы, деревья с листьями и орехами. По всем признакам было два потопа с небольшим промежутком времени, так как снопы, листья и орехи не успели сгнить. Подробно смотрите фильм по ссылке в описании. Второй потоп уничтожил почти все города севернее Москвы. Это видно по карте 1703 года. Об этом я тоже делал видео. Что-то подобное было и в Сибири. В начале 18 века в Сибири едут бугровщики. Они раскапывают старые курганы и достают оттуда золото скифов или золото чуди. Так появляется сибирская коллекция Петра I, хранящаяся в Эрмитаже. В 1725 году в Екатеринбурге, 260 метров над уровнем моря, видимо потому, что город в горах и пострадал меньше, открывается первый монетный двор. А в Сузуне, 136 метров над уровнем моря, открывается монетный двор позже, в 1766 году. Страна быстро развивается. Вторая половина 18 века и начало 19 на самом деле были эпохой прогресса. Развитие было на уровне середины 20 века. Население России было куда больше, чем официально. В первой половине 19 века происходит ядерная война с Африкой и Австралией. С 1725 года по 1830 и 1840 годы было почти 100 лет интенсивного развития, строительства городов и прироста населения. Все это позже было уничтожено в ядерной войне с Африкой и Австралией. Огромное количество круглых озер-воронок говорят об этом. Каждая воронка – это или промышленный объект, или город. В 19 веке был снова откат технологий. Сибирь обезлюдила. И Сибирь заселяли снова, уже во второй раз. Также дважды заселяли Австралию. Сперва голландцами, а потом англичанами с 1860-х годов и Северную Америку. Моя версия, что война была с голландскими колониями в Африке и Австралии, которые развились и вышли из-под контроля Голландии. Как понять прошедшую историю? Представим, что СССР не развалили, а была ядерная война с США. Как говорится, весь мир в труху. Сейчас у нас были бы телеги и деревянные корабли, любимые историками лапти, избы с соломенными крышами и бычьи пузыри на окнах. Может быть, даже где-то стояли заводы, но запустить мы их не можем, так как нет электричества. А специалисты умерли и или стали пахать землю. Вернемся к монетным дворам. Давайте немного повангую. Если приехать в музей монетного двора Сузуна, само здание будет деревянной избушкой или стилизовано под него. С изобилием примитивных деревянных механизмов, кувалдами, лаптями, веревками, телегами и подобным. Самый конец видео вынес обсуждение ефимок, западных таллеров с начеканом 16СС. Я думаю, что клейма 16СС были ошибочно расшифрованы и поняты как 1655 год. Реформа летосчисления будет осуществлена Лжепетром в 1700 году. Стало быть, до 1700 года все даты должны быть славянскими буквами. Даже после 1700 года даты на монетах продолжали ставить буквами. На чекан 16СС расшифровывается как 16 частей Silver Sterling. В переводе это означает 16 частей чистого серебра, 1,16 фунта серебра. Фунт – это 453,6 грамма. Делим на 16 и получаем 28 грамм серебра. Столько как раз и весят ефимки. То есть, другими словами, 16СС – это не год, а что-то вроде пробы. Ошибочно приняв пробу за год, историки поместили ефимки в царствование Алексея Михайловича Романова. Монеты того года – это рубль Алексея Михайловича. Вот так он выглядит. Дата написана буквами «Лето 7162». При переводе в современный вид – 1654 год. То есть, ефимки с признаком могут иметь дату совершенно отличную от официальной. И вот еще рассуждение, которое мне показалось скучным, и я вынес его в самый конец видео. Возможно, кто-то хочет сказать, что историки не объективны. Но поставьте себя на их место. Для многих работа – это в первую очередь возможность получать зарплату и кормить семью. Есть повестка, которую придумали уже давно – в XVIII веке где-то в Лондоне или в Ватикане. Повестка очень простая – обуть русов в Лапте с целью развития комплекса неполноценности. Повестка эта никуда не делась. Даже Сталин не смог или не успел эту повестку изменить. У современного историка есть два пути. Повторять ранее сказанное – это даст ему возможность стабильно получать зарплату и спокойно доработать до пенсии. Если написать тысячную диссертацию про татар-монголов, Лапте, соломенные крыши или путь из варяг в греки, то можно получить премию или повышение. Второй путь – пойти против системы, что, скорее всего, закончится увольнением. И куда пойдет работать историк по образованию, скажем, в 40-45 лет, если у него несколько детей и ипотека? Плюс не забывайте советский менталитет. Инициатива наказуема. Лучше не высовываться, делать, что сказано и так далее. В итоге имеем то, что имеем. История, вместо живой науки, изменяющаяся под напором новых данных, окуклилась и превратилась в мумию, которую продолжают и продолжают бальзамировать и заматывать в бинты. У земель за Уралом нет истории по очень странной причине. У них была ведическая культура. Они не принимали христианство. А так как история России – это история церкви, то у этих земель вообще нет внятной истории. Также информирую, на моем сайте появились новые книги. Одна из них – история русской техники. Также есть телеграм, в котором я ежедневно публикую новости. А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok